Анастасия 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 По отношению к тем водителям, кто будет подъезжать к этому перекрестку со стороны поселка Пионерский. То есть уже ситуация с точностью наоборот поменяется. То есть, если светофор у нас не работает, тогда водитель, двигающийся со стороны города и желающий заехать на эту полигающую территорию, имеет преимущество перед другими участниками дорожного движения. Уже со всех направлений тут уже разница. Ну вообще есть какие-то варианты, как можно упростить движение на этом перекрестке? Потому что я так понимаю, что оно все-таки сложное и иногда, наверное, небезопасное. Да, не один раз мы уже про эту ситуацию решаем задачи. То есть и на занятиях с водителями будущими и при разговоре с преподавателями исходимся к одному мнению. Чтобы не было вот этой путаницы, так называемой, да, самое хорошее решение, на наш взгляд, это будет то, что каждое направление, то есть четыре направления, вывести в отдельный режим светофора. То есть разрешать движение именно с одного направления, а не с нескольких, как у нас это на данном участке сейчас присутствует. То есть такой вариант был бы и как для водителей удобней, то есть не было вот этой путаницы. И плюсом ко всему, конечно, безопасность здесь была полностью соблюдена. То есть движение было разрешено только с одного направления. Вряд ли на этом перекрестке в ближайшее время перестроят светофоры и поменяют режимы их работы. Но правила проезда перекрестков обязан помнить и знать каждый водитель. И соблюдать эти правила можно начать уже сегодня. Это была рубрика «Автоледи» и я, Анастасия. Если у вас возникли вопросы, не стесняйтесь, спрашивайте. Мы обязательно найдем на них ответы. Телефоны для справок 3-34-64-33-65. Субтитры сделал DimaTorzok